Привет всем! Hello everybody! Hello friends! Привет, друзья! Сегодня у нас с вами очень нелёгкая задача, потому что тема нашего урока сегодня это артикли, причём артикль особенный. Как вы помните, у нас в английском языке существуют два вида артиклей. Это определённый и неопределённый артикль. Так вот, сегодня мы с вами поговорим о определённом артикле, но не случай, когда он используется, а наоборот, пойдём от обратного. Случай, когда он не используется, когда нам не нужно ставить этот хитрый артикль, который нас всех очень часто путает, и мы забываем, нужно здесь этот артикль, либо не нужно. Так вот, сейчас будем разбираться. Начнём с первого правила, очень общего правила, которое гласит, что мы не ставим артикль there, да, определённый артикль, когда мы говорим об каких-то общих вещах, или о вещах в общем. Talking about things in general. Например, I love reading books. My friend Ashley likes cats. Почему мы здесь не ставим никакие артикли? Во-первых, потому что мы говорим в общем, и во-вторых, маленький секрет вам открою, в том, что мы здесь не можем поставить артикль даже неопределённый, потому что у нас есть множественное число. Артикль определённый, который у нас неопределённый, sorry, который у нас есть, a и an, никогда не ставится со словами в множественном числе. Именно поэтому здесь мы не ставим никакой артикль, потому что мы говорим о вещах в общем, да. Я люблю читать книги в общем, я не уточняю какие. Моя подруга Ashley любит котов, да, то есть она любит котов больше, чем совак, например. В этом случае мы говорим в общем. Следующее правило. With uncountable nouns. Если вы внимательно читали мой блог, то вы заметили, что я неоднократно писала на эту тему. То есть множественное число существительных. И единственное, да, в данном случае uncountable nouns означает существительные, которые не исчисляемые, которые мы не можем посчитать. У нас, как вы знаете, существует два разряда числительных. Это те, которые мы можем посчитать, countable nouns, и те, которые мы не можем посчитать, uncountable nouns. Так вот, пример, когда мы не используем артикль there. Это I love chocolate. Или he is a vegetarian, so he doesn't eat meat. Вот здесь вы не видите никакого артикля. Опять-таки, потому что слово chocolate и слово meat – это еда. А еда в основном в английском языке подпадает под категорию uncountable nouns. Окей, давайте перейдем к третьему правилу. Третье правило – это правило, когда мы не используем артикль there with proper names. Что такое proper names? Это слова, которые находятся в категории holidays, languages, geography, а также countries, states, cities, towns, continents, single lakes and single mountains. Если простыми словами, то proper nouns – это слова, которые пишутся с большой буквы, да, то есть название чего-то. К примеру, праздник. В английском языке праздники пишутся в основном с большой буквы. Например, Джейси has bought a beautiful new dress for Christmas. Джейси купила красивое новое платье на Рождество, да. Christmas в данном случае – это название праздника. Мы его пишем с большой буквы. Также вот как раз я вам написала, как Christmas называют в простонародье, да, то есть в разговорном языке его сокращают до X-mas и в написании тоже. То есть вместо слова Christmas вы можете увидеть вот такое значение. Если говорить о languages, о языках, опять-таки в английском языке все названия языков пишутся с большой буквы, поэтому они относятся к категории proper nouns и здесь мы тоже не ставим артикль. He lives in Italy. Вот здесь не будет никакого артикля. Но есть исключения. У каждого правила есть свои исключения. И это правило тоже имеет свои исключения. Так вот, со странами. Такие страны, как United States, the Czech Republic, the Philippines, the Netherlands будут использовать, все-таки будут использовать артикль. Часто я объясняю это так. В случае с United States, Philippines и Netherlands. Это название, которое имеет в себе части, да, то есть сборное название. И в конце мы видим буковку S. Поэтому можно запомнить, что здесь ставится артикль. В случае с Czech Republic, ну, тоже республика, да. Вот так просто нужно запомнить, что the Czech Republic в Чехии используется с артиклем t. Дальше. Что касается geography, да, географических всяких названий и понятий. В эту категорию у нас относятся следующие. Страны, штаты, города, маленькие города, континенты, одиночные озера и одиночные горы. Почему я здесь уточнила слово одиночные, потому что, опять-таки, если у вас будет сборное название чего-то, то у вас уже будет артикль. А когда у вас что-то одно, то артикля уже этого не будет. К примеру, Mount Fuji is the highest mountain in Japan. Разберем аж два случая, где артикль не используется в этом примере. Это Mount Fuji. Во-первых, это proper noun, да, это название чего-то, властное название на украинском. Во-вторых, это single mountain, то есть одиночная гора, то есть одна гора. И во-вторых, у нас есть еще здесь страна Japan, где мы тоже не ставим артикль по этому же правилу, да, что proper nouns. Итак, еще несколько примеров, которые не относятся к географическим названиям, но относятся к правилу про proper nouns. Как вы помните, proper nouns – это разного рода названия. My sister uses Instagram and Facebook every day. В данном случае мы не видим ни названия городов, ни гор, ни озер, ни праздников, ничего такого. Но у нас есть proper nouns – название социальных сетей. В данном случае Instagram and Facebook. Поэтому мы здесь не ставим артикль. Мы не говорим uses the Facebook, uses the Instagram, uses the Twitter. Просто без артикля. Еще один пример. Билл Гейтс founded Microsoft. Общеизвестный факт, что Билл Гейтс оставал Microsoft. И вот здесь, где у нас Microsoft, у нас ничего не стоит. То есть это название компании. Мы не можем сказать «Билл Гейтс founded the Microsoft», потому что это proper nouns и плюс оно еще одиночное, но не собранное, да, не собирательное название. Перейдем к следующим правилам. Наше следующее правило – это мы не используем артикль, определенный артикль the, когда говорим о школьных предметах и высшешкольных предметах и университетах, да. К примеру, his son graduated from Harvard. Когда у нас нету слова университет в названии, тогда мы не используем артикль the. Если же у нас есть слово университет в названии, то артикль уже появляется. Например, she has a master degree from the University of Toronto. То есть вот оно слово университет и появился артикль. Если его нету, с такими словами, как Harvard, Oxford, Stanford и так далее, мы артикль не используем. Дальше, пример. Школьные предметы, да, со школьными предметами мы тоже не используем. Andrew doesn't like maths. He prefers history. Andrew не нравится математика, ему больше нравится история, да. Вот они, школьные предметы, и здесь мы не ставим артикль. Запомните. Следующее правило. Артикль также не используется, когда мы говорим о каких-то местах, локациях, либо улицах. Например, I left my notebook at home. Вот здесь нету артикля, потому что home это локация, да. At home. Не at the home, а at home. She usually goes to church on Sundays. Вот здесь, вот здесь, возле слова church, у нас тоже нету артикля. То есть, здесь такой нулевой, да, артикль? Его нету. Нужно просто заболнить, что с локациями, улицами и какими-то местами мы артикль не используем. Также к этому правилу относятся такие слова, как work, jail и bed. То есть, когда вы будете говорить, что I go to work, то артикля не будет. Потому что work, jail и bed это тоже как бы какие-то места, да. Work это работа, да, рабочее место. Jail это тюрьма. И bed это постель. Например, вы говорите, I'm going to bed. Good night. Я иду в постель. Ну, направляюсь, да. To bed. Good night. И здесь артикля не будет. Дальше. Также мы артикль не используем, когда говорим о видах спорта и других каких-либо физических активностях. Например. Например, she tries to do yoga at least twice a week. В данном случае, yoga это физическая активность, это не спорт, не вид спорта. Но, тем не менее, мы не ставим здесь артикль the. Дальше. Запомните, что заниматься йогой будет do yoga. Именно do, а не какое-либо такое слово. Дальше. My brother used to play football when he was younger. То есть, мой брат раньше играл в футбол, когда был моложе. Сейчас он не играет. Он раньше играл. У него такая была привычка, ему нравилось. Но сейчас он не играет. И здесь у нас есть вид спорта футбол. Мы не ставим здесь артикль. Это тоже просто нужно запомнить. Play football, play chess, play volleyball и так далее. Play tennis. Мы не ставим артикль. И последнее правило на сегодня это то, когда мы не используем артикль, если у нас в предложении есть имя существительное and number, плюс номер какой-то. Например, the train to Berlin leaves from platform 3. Поезд в Берлин отправляется с третьей платформы. Вот оно, наша существительная. Platform и номер, да, число 3. В данном случае мы говорим не с третьей платформы, а с платформы номер 3, да. С платформы 3. Еще один пример. We are staying at the royal hotel in room 119. Мы остановились в королевском, да, отеле. Или если это название, мы не переводим его. То есть мы остановились в royal отеле. В комнате. В комнате. Это у нас noun, имя существительное. И номер 119. Здесь нет никакого артикля. Вот оно. Нулевое. И последнее примечание по поводу неиспользования артикли. Когда это относится к университетам? Когда у нас есть акроним университета. Ну, к примеру, КПИ, да, Киевский политехнический институт. Это акроним, то есть сборное название от первых букв. И вот когда в английском у вас попадается такой акроним, название какого-либо института, университета, тогда перед ним мы не вставим артикль за. Например, John has a PhD from MIT. Вы заметили, да, я говорю не MIT, а MIT. Потому что это акроним, который означает Массачусетский технологический университет технический, вернее, институт, sorry. Поэтому здесь артикля не будет. PhD это докторский, да, докторский, докторское звание. Before university, acronyms. То есть перед акронимами, которые означают университеты, мы не ставим артикль за. Ну, вот всё. Вы думали, всё так сложно, а на самом деле оказалось всё очень даже просто. Всего лишь 7 правил, когда мы не используем артикль за. Если вам интересно почитать или узнать, когда мы всё-таки его используем, советую посетить наш блог. Там есть статья об использовании артикля Z. Итак, надеюсь, было интересно. До скорых встреч. Bye-bye for now. Пока. 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 Продолжение следует...